Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно-Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Здравствуйте, мои дорогие гости, зрители и подписчики моего канала. Канала Обзорно-Незазорно. Я благодарю всех, кто подписывается. А те, кто не подписался, скорее подписывайтесь тем, чтобы быть в курсе моих новых обзоров. Меня более 67% смотрят без подписки. И было бы здорово, если бы вы нажали на колокольчик с тем, чтобы вам приходили бы оповещения о моих новых обзорах. Ну, мы переходим к колесникам. Света режет картошку на салат и поет песни. Даже, вы знаете, это пением очень тяжело назвать. Скорее всего, это какой-то, не знаю, этот стол у нас песней зовется, я бы так это назвала. Очень заунывненько, очень все грустненько и печальненько. Ну, христианские, естественно, христианские песни, понятное дело, никакие другие. Но очень и очень все нудно и печально. Дети Шушу в коляске кукольной пытаются как-то, ну, не знаю, усадить ее там пытаются и покатать. Я так думаю, тоже они ее покатают. И опять же по ламинату в этой коляске. В общем, короче говоря, бедный тот дом, бедный тот ламинат. Они дворец просто разбивают изнутри. Леша пытается что-то снаружи переделать. Вплоть до того, что дом передвинуть подальше от ворот. Туда вглубь участка передвинуть хочется ему очень. Ну, и по мелочам так пройтись, крыльцо убрать и так далее, и так далее, и так далее. Там какой-то сарай снести. Ну, а дети изнутри этот дворец добивают. И я, честное слово, не знаю, что будет с этим делом дальше. Что будет с этим домом. Страшно представить, учитывая то, что дети на роликах катаются по ламинату. И какие-то машинки такие, на которых дети могут кататься. Маленькие такие вот машинки. Тоже там же по ламинату можно на них ездить. И мечом бить ламинат, и стены бить мечом. И сверлить потолок по тому, как надо провести интернет-кабель в комнату. Это все, да, это все не возбраняется. Это все нужно. И я просто боюсь за состояние дворца. Ну, это было так, лирическое отступление. Возвращаемся к Колесниковым. Наконец-то он не готовый негрет. Света говорит о том, что она картошку разогреет. Котлеты пожарятся, и можно есть, садиться. И я очень рада за Колесниковых. Очень рада, потому как купил Леша очень дешевый гидроаккумулятор. На целых 150 литров. Представляете? И достаточно дешево купил. Хвастается он нам. Говорит, там мембрана была не рабочая. Но Леша накачал полторы атмосферы, и все работает. Представляете? Даже гидроаккумулятор работает, а Леша не работает. Вот так. Купил за 2000, а стоит новая от 11 тысяч. Мембрана какая-то. Почему не мембрана? Непонятно. Мембрана. Вы знаете, я несколько раз сюда-сюда перемотала. Нет, мембрана и все. С рук купил Алексей этот гидроаккумулятор. Но, говорит, он, конечно, не с рук, а на руках купил. Гидроаккумулятор им нужен для того, чтобы был запас воды. Говорит, раньше, мол, этого запаса не было. Такого большого. Было только 50 литров в запасе. А сейчас вот 150 литров в запасе. В общем, счастливы все. А помнится мне, когда у них вот эта вот беда с водой произошла, у них вообще запаса не было. Где-то Леша врет. То ли он сейчас нам врет, то ли он тогда нам врал. Но так как он показал нам свой старый гидроаккумулятор, я так думаю, что он нам врал тогда. Сказал, что вообще ни грамма воды нет дома в запасе. Вот так произошло. Он Свете говорил, хотя бы 10 литровую бутыль надо поставить, с тем, чтобы там была вода. Но нет. Света этого не сделает. Теперь вот все семейство без воды. Представляете? Оказывается, у них было в запасе, была вода. Леша нам просто врал. Просто нагло врал. Говорит, теперь, когда с насосом что-то вдруг произойдет, то обязательно у них будет водичка. 150 литров все-таки это здорово. Все работает. Говорит, накачал, проверил. Я вот думаю, вот если продавал человек, значит, он не просто продавал за счет так дешево. Наверняка там, если не в мембране делать, то в чем-нибудь другом. Но не будет человек покупать за бешеные деньги, от 10, от 11 тысяч, Леша говорит, это все стоит. И выше. Не будет продавать всего за 2 тысячи. Считай, он просто подарил. Что-то где-то не так. И я все-таки думаю, это вода, это все-таки такое ответственное дело. И так вот легко к этому относиться. Взять что-то бэушное с рук. Честное слово, не знаю. Я бы, скорее всего, лучше бы заплатила бы 10, 11, 12 тысяч, но купила бы новое. Потому что все-таки это серьезное дело, конечно. Да. Но Леша считает, что это отличная покупка, и что его с нею можно поздравить. Говорит, и будет нам счастье. Думаю, ну да, 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 до первой поломки. Не дай бог, там мембран она вернется, потом что-нибудь вслед за мембраной пойдет, потом что-нибудь еще. И, короче говоря, у них будет только куча проблем. Вместо того, что купить новое, да, переплатить, но купить новое. Нет, они купили бы уж на что-то. Ну, и радуются. Дай бог, чтобы они, конечно, подольше радовали, чтобы на самом деле это было так, как говорит Леша, чтобы все было здорово. Но, не знаю, посмотрим. Дай бог, чтобы все было хорошо. Виталина и Дарина одни. Дома остались из детей. А все остальные уехали на молодежное подростковое собрание. Вот. И дома так тихо, хорошо. 18 градусов дома тепла. А Леша говорит, ну, как-то дома жарче. Почему только было 18 градусники на термометре? Он не может понять. Потом говорит, ага, дует из окна. Все-таки дует из окон. Вот и говорит, так все здорово, так все хорошо. Хочется заметить, что этот термометр, он стоит на подоконнике. Подоконник деревянный. Под подоконником батареи. То есть подоконник тоже греется. И несмотря ни на что, на градусники только 18 градусов. Ну, не знаю, почему Леша считает, что это прям жарко-жарко. Ну, посмотрим. Это, кстати, кухня. Самое теплое помещение в доме. Предположительно, да? Предполагается, что на кухне жарят. Парят, может быть, конечно, не в случае колесниковых. Но тем не менее. По очереди, Света говорит, отмывает столешницу. По очереди. Говорит, вот тут я сейчас отмою. Это все средство, вот эту столешницу. Почему я отмываю? Потому как дети чай тут наводят. Я так понимаю, наводят чай. Это наливают чай. Может быть, размешивают сахар там же. И чай переливается через край чашки. И пятна чаяные. Так, если я мыслю. Не знаю. Как по-другому может чашка с чаем запачкать столешницу? Это я так предполагаю себе. Но Света говорит, дети, чай наводят. Средство нанесет. Само просто. Само просто средство нанесет, Света говорит. Вот. Это средство, которое точно не повредит поверхность. Вот. Вот такая вот у нас Света. Само просто. Это средство, которое не повредит поверхность. Свету понять очень трудно. И отмоет хорошо. Хотя, Света говорит, можно и содой. Да, вот лайфхак от Светы. Не будет помогать средство для чистки чего-либо. Какой-либо поверхности. Пробуйте содой. Но Света обычно старейшинцу отмывает средство. А вот что-то другое надо, что-то попроще, чтобы не разъела. Вот. Свету понимай, как хочешь. Тут же Света седует, что вот чайник перестал работать. Только сейчас он место только зря занимает. И о том, чтобы починить чайник, ни у кого не возникло никакой мысли даже. Я так думаю, что если Лёша попросить, Лёша, по идее, должен уметь чайники чинить. Он же говорит, что он мастер на все руки и всё на нём только держится. Вот он не идёт на работу, потому как дома то одно произойдёт, то другое. А вот только Лёша в состоянии это всё починить. Только на Лёше весь дом держится. Так почему же бы хотя бы чайник не починить? Просто интересно. Ну, видимо, чайник это такие мелочи, на которые Лёша вообще внимания не обращает. Помните, как в фильме «Полосатый рейс»? Я не занимаюсь мелкими животными, мне крупное что-то подавать. Помните, Леонов говорил, герой Леонова. Дрессировщик, якобы. Так что Лёше тоже надо подавать что-то посерьёзнее. Вот какой-нибудь гидроаккумулятор, например. Или там, я не знаю, крыльцо перенести. Или, ну, не знаю, дом передвинуть, например, подальше туда, на участок, подальше от дороги. Вот это да, Лёша сделает. А чайник починить, боже, это такие мелочи, которыми Лёша даже не наморачивает. А то, что чай, неизвестно, как будут кипятить теперь Колесниковы. Ну, это такие мелочи, которые вообще Лёшу не касаются. Ну, как-то так. Вот таким вот получился у меня обзор влога семьи Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока и встретимся в комментариях.